В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Партии определились с кандидатами в губернатор Рязанской области. Ради любви Рязанка наняла мужчину, чтобы облить кислотой лицо соперницы. И в городе стартовал археологический сезон. Уже есть первые ценные находки. Партия Возрождения России выдвинула героя России, участника Афганской войны и первой чеченской кампании Святослава Голубятникова кандидатом в губернаторы Рязанской области. Таким образом, все партии определились со своими кандидатами. От ЛДПР им стал депутат Госдумы Александр Шерин, от КПРФ сын бывшего губернатора Андрей Любимов. Справедливая Россия выдвинула к депутата облдумы Сергея Пупкова, партия Роста, главу регионального отделения Александру Перехватову. Временно исполняющий обязанности губернатор Рязанской области Николай Любимов представит на выборах Единую Россию. Напомним, выборы состоятся 10 сентября. Основатель и председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал сбор подписей за выход России из военных конфликтов. Явлинский приехал в Рязань, чтобы дать старт общероссийской кампании. Время вернуться домой. Многие заранее знали о приезде основателя партии «Яблоко» в Рязань и пришли на встречу с Григорием Явлинским со своими вопросами. На все из них кандидат в президенты старался ответить. Меня больше всего интересовал механизм возвращения нашего законодательства к конституционным ценностям, которые у нас прописаны в Конституции 1993 года. Я услышала, что он ставит себе такую задачу, это раз. Во-вторых, что это большая сложная работа, которая требует и усилий дополнительных, и привлечения большого количества специалистов и прочее. Но лично для меня самое главное, что он это понимает, и он такую задачу перед собой ставит. Вы только посмотрите на цифры. Потратили на войну в Сирии за почти два года, за полтора года, 100 миллиардов рублей. Вот собираясь к вам в Рязань, мы прикинули, что это означает для Рязани. Для Рязани это означает, что при том бюджете, который сейчас в Рязани, это 12 лет жизни. Капитальный ремонт всех жилых домов в Рязани, 44 миллиарда. Ремонт всех дорог в городе Рязани – 5,5 миллиардов. Это только капитальный ремонт всех домов и ремонт дорог. Вместе всего лишь 50 миллиардов. Исходя из расчетов Явлинского, на эти же деньги можно повысить на 30% зарплату учителям, врачам и медсестрам в Рязанской области. Кандидат в президенты считает, что следующим этапом в развитии страны должно быть установление мира с Украиной. Налаживание отношений с мировым сообществом и отмена санкций против России, в результате которых страна теряет большие деньги. Одновременно с решением международных задач, по мнению Григория Явлинского, нужно обеспечить комфорт и безопасную жизнь гражданам нашей страны. В частности, обеспечить людей собственностью. Несколько лет назад его партия разработала программу по выделению всем желающим земли для строительства домов на площади от 30 до 40 соток. Программа называется «Дома, земля, дороги». Потому что нужно дать землю, государство на себя берет дорогу, инфраструктуру и дает беспроцентный кредит на 50 лет, чтобы человек строил свой дом. Мы же самая большая страна в мире. По сведениям звучащих из уст президента, 43 миллиона гектаров свободных. Вот почему мы это ничего не делаем. Вторая тема – это открыть личные счета. По мнению Григория, Явлинского личные счета, на которые будут идти доходы от добычи и экспорта нефти и газа, необходимо открыть для пенсионеров, новорожденных и студентов, чтобы у людей была опора и уверенность в завтрашнем дне. В этот день были затронуты и вопросы ЖКХ, а также сельского хозяйства. Нужно решать вопросы с лекарствами, нужно решать вопросы с дорогами, чтобы не было проблем с ДТП. Почему такой город, который является корневым городом для России, как Рязань, должен быть на каком-то там 60-м месте? Вы находитесь в двух часах езды от Москвы. Колоссальный интеллектуальный потенциал, серьезные машиностроительные, оборонные предприятия. И почему город должен быть, и область должна быть на 60-х местах? А вот почему. Потому что деньги тратятся совершенно не туда. А на встрече с рязанскими общественниками, которые защищают исторические здания и зеленые зоны города, Явлинский выразил готовность помогать им всеми имеющимися у политика способами. Активисты рассказали кандидату в президенты, что Рязань теряет свой уникальный исторический облик. Парки и скверы уничтожаются под застройку. В обсуждении также затронули рязанский Кремль, который, как отметили активисты, может потеряться на фоне многоэтажных домов. И есенинские места, которым по-прежнему угрожает застройка. Мало кто в молодом возрасте задумывается о своей пенсии. Однако, если к вам в дом приходят незнакомые люди, представители пенсионного фонда, и пугают тем, что вы потеряете накопительную часть пенсии, не предприняв определенные шаги, волей-неволей задумаешься о будущем. Задуматься можно, а вот подписывать какие-либо документы не стоит, по крайней мере, не разобравшись в ситуации. Так из чего будет складываться наша пенсия? И есть ли смысл переходить в негосударственные пенсионные фонды? Разбиралась Ирина Ковалева. Итак, что нужно знать о пенсии людям, родившимся в 1967 году и позже? Ну, во-первых, то, что пенсии формируются из двух составляющих – страховой и накопительной. Важно учитывать тот факт, что граждане имеют право инвестировать средства накопительной части пенсии либо в государственный сектор, либо в негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании. Однако, если до 1 января 2016 года вы ни разу не выбирали способ инвестирования, то на данный момент у вас идет формирование только страховой части пенсии. Если же вы относитесь к категории активных граждан и до 2016 года документально оформили накопительную часть пенсии, то и сейчас вы вправе выбирать способ ее инвестирования. Для обоих этих категорий очень актуально, что сейчас в данный момент они подвергаются массированной информационной атаке со стороны государственных пенсионных фондов. В частности, по домам ходят неустановленные граждане, которые предъявляют недостоверные документы и частенько преподносят недостоверную информацию, которая заключается в том, что им говорят, вы должны что-то перевести срочно, иначе государство отнимет пенсию. У вас пенсия будет маленькой, если вы срочно не переведете свои средства пенсионных накоплений, в тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Часто называется конкретно пенсионный фонд. И чаще всего эти граждане представляют сотрудниками пенсионного фонда Российской Федерации. Сегодня попасть в подъезд многоквартирного дома даже при наличии домофона не составляет особого труда. В последнее время в гости к рязанцам без их приглашения все чаще захаживают представители пенсионного фонда. Какого именно, они, правда, не уточняют, зато просят предъявить им паспорт или СНИЛС. Был дело, вот недавно приходили молодые люди и представились сотрудниками пенсионного фонда. И при этом они сказали, что если вы не переведете накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд, то там государство отберет у вас. И просили еще сфотографировать паспорт, СНИЛС. Но они, конечно, не вызвали у меня доверия. Сотрудники государственного пенсионного фонда напоминают, они не осуществляют поквартирный обход населения. Открывая дверь незнакомым людям, нужно понимать, что в лучшем случае ими могут оказаться представители негосударственных пенсионных фондов. А в худшем это могут быть мошенники или даже бандиты. Поэтому пускать их дальше порога не стоит, а уж тем более предъявлять паспорт или СНИЛС. Иначе, отправившись на поиски документов, вы рискуете остаться в лучшем случае без кошелька. Или же ваши персональные данные могут быть использованы в различных криминальных схемах. А если даже перед вами реальный представитель негосударственного пенсионного фонда, не спешите подписывать какие-либо документы. Ведь выбор определенных способов инвестирования может быть связан не только с доходами, но и с убытками. В частности, согласно действующему законодательству, выбирать способ инвестирования, то есть менять негосударственный пенсионный фонд, переводиться из НПФ государства, из государства в НПФ, можно только раз в пять лет. То есть без убытка формирования пенсионных накоплений средства будут переведены только через пять лет после подачи заявления. Есть также досрочная форма. Это то, чего добиваются те, кто ходит по домам. Когда человек раньше пятилетнего срока переводит средства своих пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Тогда он может, во-первых, потерять инвестиционный доход за это время, за этот год или два или три года. И второе, если будут убытки формирования пенсионных накоплений, никто не будет гарантировать этому гражданину номинал. Так что решения по поводу формирования пенсионных накоплений нужно принимать взвешенно. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайтах негосударственных пенсионных фондов и на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. В четверг вечером в Рязани произошел пожар в жилом доме. Уже второе серьезное возгорание за эту неделю случилось на улице Вторая линия. Сначала огонь уничтожил сарай, затем перекинулся на жилой дом. По данным спасателей, площадь пожара составила 72 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. А вот пожар вторника стал настоящей трагедией. В огне в Рязанской многоэтажке один человек погиб и двое пострадали. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже здания на улице Костачева. В Рязани маршрутки стали меньше нарушать правила дорожного движения. По сравнению с январем текущего года, в мае количество нарушений со стороны водителей маршруток снизилось почти на 80%. Однако в эту оптимистичную статистику никак не укладывается авария, произошедшая в Рязани в среду. Троллейбус отъезжал с остановки, когда в него влетела маршрутное такси. В итоге сразу 10 пассажиров получили ссадины и ушибы. Транспортная комиссия проводит проверку. В центре города, на территории промышленной базы, рязанцы организовали пункт по сортировке вторичного сырья. Казалось бы, совсем не свойственный для нашего города бизнес, который решает актуальную в последние годы задачу – переработку мусора. Вот только проблема в том, что их деятельность оказалась незаконной и вызвала к себе интерес со стороны природоохранной прокуратуры. В ситуации разбиралась Анна Герцовская. Это место стало яблоком раздора между местными жителями и людьми, которые занимаются сортировкой вторичного сырья. Казалось бы, хорошее дело – прилагать усилия для переработки мусора. Однако в него вмешалась природоохранная прокуратура. Рязанцы, которые заметили, что за последнее время в центре города системно происходит выброс вредных веществ в атмосферу, обратились в природоохранную прокуратуру. Подтолкнуло их к этой идее собственное самочувствие. Начинаются какие-то обострения респираторных заболеваний, которые носили хронический характер и время от времени обострялись. Мы провели проверку на территории предполагаемых жителями объектов, где возможно нарушение. На одном из объектов мы обнаружили территорию, которая скрыта была от посторонних глаз, и где происходил незаконный прием, хранение, сортировка твердых бытовых отходов. Однако загрязнение было вызвано не хранением и сортировкой, а сжиганием части отходов, которые не подлежали сдаче в дальнейшую переработку. Действия воплощались в жизнь с помощью двух самодельных печей, которые находятся здесь же, на территории одной из промышленных баз. Все это происходило по соседству с плотной застройкой жилыми домами. В момент прокурорской проверки приезжала машина, мусоровоз с восьмикубовым контейнером и выгружал это все на один из предназначенных именей для этого участка в местности. Потом была сортировка, упаковка, измельчение и сжигание. В свою очередь, когда наша съемочная группа выехала на место, нам удалось напрямую пообщаться с организаторами пункта сортировки мусора. По их словам, в печь случайно попал пластик. И активисты, опираясь на статью 0103 правил пожарной безопасности, старались нам доказать, что сжигание на расстоянии 50 метров от домов допустимо. И кроме дерева они стараются ничего не сжигать. Но даже при выполнении всех норм этих правил, для осуществления такой деятельности требуются разрешительные документы организациям и гражданам, занимающимся переработкой. Это граждане, то есть это граждане считают деятельность, это не было какой-то юридической фирмы. У них не было никаких разрешительных документов, которые могли и должны связать о том, что их деятельность безопасна. Сейчас материалы проверки отправлены в органы контроля, а точнее в Министерство природопользования и экологии Рязанской области. После чего будет вынесен вердикт, и организаторов пункта переработки, а также представителей мусоровозов, ожидают административные наказания. В экологическом праве, в отличие от уголовного, существует презумпция экологической безопасности. Здесь доказывать вину не нужно. Деятельность считается безопасной, только когда на нее имеются соответствующие документы. По сути, хранение и сортировка вторичного сырья не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Однако, как бы ни была идея переработки мусора сейчас актуальна, для ее реализации все-таки необходимо получить все разрешения. Тогда препятствий на пути к улучшению экологии не будет. Одним из самых мощных эмоциональных мотивов, толкающих на преступление, является ревность. Под воздействием этого сильного чувства люди порой впадают в состояние близкое к безумию. Итог обычно печальный, а порой и вовсе необратимый. Приступы ревности приводят на скамью подсудимых. Известно, что сотрудники правоохранительных органов часто срабатывают на опережение. В этот раз исполнителем преступления оказался бравый сотрудник полиции под прикрытием. 32-летняя женщина по ошибке наняла его для того, чтобы облить лицо кислотой своей сопернице. Оперативники действовали под видом представителей криминальной среды. Во время беседы женщина подтвердила свои намерения причинить вред здоровью сопернице. При этом была достигнута договоренность о цене вопроса 20 тысяч рублей. Половина суммы вносилась авансом. Вторая половина должна была выплачиваться по исполнению заказа. В качестве доказательства о выполненной работе исполнитель обязался предоставить заказчице срез волос и фотографию поверженной жертвы. Затем сотрудники полиции инсценировали преступление. С помощью грима удалось достичь достоверной иллюзии повреждения на лице 22-летней студентки одного из рязанских вузов. И получив в руки волосы неприятной для себя особой фотографию ее печального лица, преступница, передав вторую часть денег, была задержана правоохранителями. Сегодня мужчина должен был поговорить с одной девушкой о том, чтобы она не лезла к моему молодому человеку. И о чем вы договорились? На деньгах. А что он был должен сделать? Поговорить с ней он должен был. А деньги вы ему отдали? Угу. Женщина признаваться в своих намерениях не хотела. Однако теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда по найму». Наказывается лишением свободы до 10 лет. Благо задуманное не было совершено. Но ведь даже спустя время преступница теперь сможет осознать аморальность своих действий. А жизнь и здоровье молодой студентки теперь сохранены. 22 июня – одна из самых трагических дат в истории России. Страна в этот день уже 76 лет вспоминает начало жестокой кровопролитной войны. 22 июня мы скорбим о тех, кто погиб за мир во всем мире. Памятные мероприятия прошли и в нашем городе. Сегодняшняя дата – 22 июня – навсегда останется в нашей памяти, как день большой скорби. 76 лет назад в 4 утра началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 300 тысяч рязанцев ушли защищать родину, и только 115 тысяч вернулось с полей сражений. И Рязань сегодня почтила память своих героев. Мероприятие началось с минуты молчания. После этого к Вечному огню торжественно возложили гирлянду. Затем цветы к Монументу Победы возложили в Рио губернатора Рязанской области Николай Любимов, члены регионального правительства, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. После этого курсанты Рязанского десантного училища имени Маргелова построились на площади Победы с портретами рязанцев, героев Советского Союза. Среди них были солдаты, которые повторили подвиги Александра Матросова, Николая Гастелла и Виктора Тололихина. Затем молодые люди и девушки выстроились в пятиконечную звезду и подняли эти портреты над головой. И в небо взмыли белые воздушные шары. Такая акция в Рязани прошла впервые. Впервые мы решили сделать такое торжественное памятное мероприятие с портретами героев Советского Союза, которые представляли Рязан на фронтах Великой Отечественной войны. Думаю, что получилось очень неплохо. Чем больше памятных таких мероприятий мы будем проводить, тем больше внимания к этой спорте для нас теме сегодня, которую мы будем привлекать. Как заявил Николай Любимов, чем больше таких памятных мероприятий будет проходить, тем больше будет внимания к этой теме. Школьники должны об этом знать. В школах надо, в наших рязанских, просто рассказывать об этих героях. Это должно быть в курсе краеведения, в курсе вообще, собственно говоря, истории, как и когда они проходят в Великой Отечественной войне. Не только, конечно, в соответствующих 9, 10, 11 классах, но и в течение всего периода обучения детей они должны просто это запомнить. И запомнить не просто имена, а имена героев и их подвиги. Помимо государственных лиц на мероприятии присутствовали и обычные горожане. Особенно радует глаз, что было очень много молодых людей. Это точно означает, что никто не забыт и ничто не будет забыто. Что будет знать и помнить о войне подрастающее поколение? Сегодня мы живем на стыке времен, когда живые воспоминания становятся историей. Кажется, мы ощущаем этот момент и не хотим его упустить. Именно поэтому журналисты телекомпании «Город» проводят встречи с ветеранами, чтобы не прервалась связь времен и поколений. Войска фашистской Германии вошли на территорию СССР без предупреждения, неся с собой страх, разрушение и смерть. Пощады не давали никому. Миллионы солдат и мирных жителей погибли от рук солдат Третьего Рейха. На фронт уходили как взрослые мужчины, так и юноши, которым еще не исполнилось 18 лет. Однако, несмотря на все потери и тяга до военной жизни, народ Советского Союза дал отпор немецким захватчикам. О 22 июня, дне начала боевых действий, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Валентин Ваганов. По радио услышали. В это время уже был приказ, когда мы пришли на площадь, там деревня, небольшая площадь, значит, уже стояли машины, призывники грузились в машины, был, значит, шум такой, я имею в виду, ну, женщины плакали, мужчины, так сказать, вроде того, что мы вот скоро приедем. Юного Валентина Яковлевича направили на обучение в поселок под Томском Асино. Спустя три с половиной месяца его отправили на Орловско-Курскую битву. В звании старшего сержанта Валентин Яковлевич вместе с боевыми товарищами отправился защищать родину. Ну, у нас участие такое было, что на Орловско-Курскую дугу. Эшелоны, прямо когда первые эшелоны сибиряков туда поступали, сибиряки, значит, что? Сразу из вагонов и погнали немцев, где до 300 километров они прямо из вагонов и в бой шли. Ну, кстати, сказать, ведь немцы-то в это время были так плохо одеты там и плохо обуты. Гитлер сказал, что вот пока в Москву не возьмете, зимнее обмундирование вам не будет никакого. После этого Валентин Яковлевич получил ранение в ногу. Однако на этом его участие в Великой Отечественной войне не закончилось. Его перекинули на южные границы фронта. Как вспоминает Валентин Ваганов, это были тяжелые времена, оставившие отпечаток на всех жителях страны. Победа стала возможна благодаря самоотверженности и героизму русских солдат, которые приближали День Победы. В конечном счете войска СССР одержали победу над фашистскими захватчиками. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг советских солдат. Сегодня главная наша задача передать эти воспоминания следующему поколению, чтобы такая трагедия не повторилась вновь. На этой неделе официально стартовал археологический сезон. В нашей области работают три экспедиции. На Глебовом городище, в Старой Рязани и на территории Кремля. Уже есть первые находки. О них расскажет Ирина Ковалева. Чуть в стороне от Рязанского Кремля в 2015 году был заложен Веденский раскоп. Такое название он получил благодаря Веденской башне, которая, согласно старинным планам города, располагалась где-то в этом районе. Интерес археологов к данному участку обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в этой части Кремля крупные археологические работы ни разу не проводились. Ну а во-вторых, в древности именно здесь заканчивалась центральная часть города и начиналась его периферия. Интересно посмотреть, как же здесь организована была жизнь, как располагались усадьбы, как, может быть, проходили улицы. Такая большая площадь может позволить нам вскрыть и усадьбы, и улицы. Археологические работы на Веденском раскопе начались еще в прошлом году. Тогда членами экспедиции было снято порядка пяти пластов культурного слоя и сделаны довольно интересные находки. Здесь была найдена та самая мастерская костерезная с остатками производства. Был найден очень интересный комплекс глиняных сосудов для оплавки тиглей. И был найден очень интересный фрагмент очень интересного горшочка с надписью, что очень редко для конца 15-16 века. В этом году площадь раскопа была увеличена почти в два раза. Так что сейчас главная цель – достичь того уровня, на который члены археологической экспедиции вышли в прошлом году. Выполнением этой задачи усердно занимаются около 50 человек. В основном школьники и студенты, проходящие практику. Работают они под руководством опытных археологов и всего за два дня нашли немало интересного. Фрагмент подковы, ножа и зубной щетки 19 века. Среди найденных за эти дни артефактов наиболее ценным является костяная накладка на нож. Датировку этого предмета ученые определят позже. Ну а буквально на наших глазах одной из студенток было найдено пряслице. Я почувствовала радость. Мне было очень интересно, что нашли действительно что-то ценное. То, что останется. Вот, принесет какой-то вообще вклад. Владимир Завьялов, который на протяжении длительного времени руководит археологическими работами на территории Переиславля-Рязанского, уверен, что машины времени существуют. Ведь снимая землю слой за слоем, человек совершает своеобразное путешествие в прошлое. Возможность понять, какие эмоции при этом испытывают участники археологической экспедиции, есть у каждого. Сюда может прийти любой желающий и начать работу по перемещению в прошлое. И на этом у меня все. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Техно-Монолит. 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 Техно-М